А это мы уже в нашем подходе к центру нашего. Вот это вот улица Баторега, к моему. Это здания такие красивые. Ночью очень красиво, они так все подсвечиваются. И туда вот, вот я смотрю, вот в центре. Такие наши готовицы. Небо, небо. Смотрите, какое небо. Ни одного облачка. Удивительно. Это тоже все наш рынок. Вот зенит, который был построен, торговый центр еще времена ПРЛ, 70-е годы. Так вот название это и оставили. Здесь вот рядом находится, вот это я стою, наш новый ужонт-мяско. Вот этот вот вход в него. В последнее время вот здесь вот появились у нас вот такие вот электросамокаты наряду с велосипедами. То есть человек здесь подводит, ну там как-то, я вот не знаю, как-то оплачивается, наверное, как-то. Ну, в общем, очень удобно. Здесь в центре города везде такие есть электрические самокаты. И на них берет человек и едет потом куда ему надо. Вот это вот скарбик наш. Мне скарбик по внешнему виду не очень нравится. Какой-то он металлический, какой-то несовременный. Но, во всяком случае, сейчас, уже в наше время, он не вписывается. Вот такой вот центр наших катовиц. Вот это я говорила, это уже мясо новое. Такая пенорама. Хорошее место. Даже вот собственный музыкант имеется. Играет. Заезжий музыкант целуется с трубой. Ну, здесь вот не заезжий и не с трубой, а с гитарой. Электро. Красивый у нас город. А это мы сейчас находимся на плаце Вальносчи. Вот тут пустой постамент. Здесь до 2014 года стоял памятник советскому воину-освободителю. Но в 2014 году его убрали. Но его убрали в очень хорошее место. На небольшой цминтаж захоронения советских воинов. И там он находится в очень хорошем месте. А это вот такой вот небольшой плац. Прямо в центре города. Неплохое место. Тут такие оточения такое хорошее. Здесь недалеко находится стан ужон у цивильного. Ой, не стану ужон цивильный просто, блин. А это мы сейчас в нашей галерее. Но так как сегодня неделя не хандлёва, то народу, в общем-то, нет. В Польше отказались от торговли по воскресеньям. Оставили только последнее воскресенье каждого месяца. Ну, а, по-моему, в 2020 что ли году хотят отказаться вообще от торговли по воскресеньям. Не знаю, может быть, это для кого-то и правильно, и хорошо. Например, для тех же продавцов, работников хандлёв. Но вот для народа, мне кажется, всё-таки воскресенье надо было оставить. Опять-таки выручки больше по воскресеньям. Но мы так решили. Не знаю, правильно или нет. Народу совсем никого нет. Это наша галерея, которая непосредственно около вокзала находится. И сейчас мы вот через эти двери попадаем в наш вокзал. Вот, это наш вокзал. Опять открыли какое-то новое профешко. Здесь всё время от времени что-то открывается, потом новое закрывается, потом опять открывается. Вокзал очень хороший, мне нравится. Такой хороший, современный, новоочестный наш вокзал. Когда его открывали, года четыре, что-то мы были на открытии. Хороший. Очень много мест сидячих, все люди размещаются, никакой толпучки, всё свободно. Здесь, конечно же, как всегда, магазинчики. Ну, вот, в магазинчики все заходят. Ну, а сейчас мы находимся прямо в самом-самом центре, на нашем рынке. Очень хорошее место. Его несколько лет назад привели в порядок. И так хорошо всё сделали. Такая вот зона отдыха, здесь и водичка. И вот, если там можно увидеть специальные такие лавочки удобные, чтоб люди сидели. И лавочки всегда заняты. Это место, в общем-то, действительно пользуется таким спросом у народа, потому что в хороший день здесь прекрасно. Вот видите, пальмы. Пальмы – это настоящие пальмы. И люди лежат на этих скамейках, сидят на этих скамейках, отдыхают. Вообще здесь всегда очень приятно. Хорошую зону сделали. Вот тут вот зелёная зона. Всякие разные лужайки, деревья. Вот единственное, что мне не очень нравится, это вот поставили какое-то вот это вот стеклянное непонятно что. Там туалеты. Ну, вообще-то, конечно, туалеты – нужная вещь, но как-то вот прям в центре и так прям на это такой акцент какой-то делается. Ну, в принципе, здесь очень, конечно, хорошо. КОНЕЦ